Это единственный регион, где функционирует полноценная региональная армия. Нет ни одного региона в России, где существовала бы армия, которая подчинялась бы не федеральным властям, а главе этого региона. Специфика этой армии заключается в том, что костяк ее составляют бывшие боевики, которые воевали на стороне сепаратистов и которые были амнистированы либо при непосредственном участии Рамзана Кадырова, либо по его инициативе. В чем здесь ключевая проблема? Проблема в том, что те люди, которые переходили из стана сепаратистов, переходили в стан федеральных силовых структур в подчинение Рамзану Кадырову, они фактически были легализованы, они получили удостоверение федеральных силовых структур, они получили новое оружие взамен сданного старого. И фактически эти люди лично обязаны Кадырову своей жизнью, своей безопасностью, эти люди обязаны Кадырову своими зарплатами, эти люди по факту являются личной армией Рамзана Кадырова. Необходимо отметить, что армия Кадырова, которая формировалась и тренировалась на протяжении всех последних 10 лет, это действительно одно из самых боеспособных вооруженных формирований внутри России. Эти вооруженные формирования постоянно тренируются, они участвуют в боевых действиях. В докладе довольно подробно рассказывается о том, как чеченские силовики принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса и воевали с украинской армией. Рассказывается в частности про чеченский батальон «Смерть». Существует и обратная сторона у вооруженных частей, которые действуют в рамках кадыровских силовых структур. Речь идет о прямом бандитизме. В Москве, в Петербурге, в других городах действуют так называемые филиалы личной охраны Кадырова. В частности, в Москве они базируются в президент отеля. Еще в свое время Сулим Ямадаев, герой России, оппонент Рамзана Кадырова, говорил о том, что там постоянно базируются до 200 силовиков. И действительно эта информация подтвердилась. У этих силовиков, у людей, которые вооружены пистолетами, автоматическим оружием, которые обладают корочками, удостоверениями МВД Чечни, которых руководят офицеры кадыровских силовых структур, эти люди занимаются рэкетом, эти люди занимаются похищениями, эти люди занимаются вымогательством. И у этих людей постоянно возникают конфликты с федеральными силовыми структурами в Москве. Был эпизод, когда целую группу этих бандитов задержали в комплексе «Весна». Было возбуждено уголовное дело, этих людей посадили, но в результате вмешательства высокопоставленных чиновников всех их отпустили. Тогда несколько сотрудников ФСБ, которые занимались этим делом, объявили забастовку, обратились к журналистам. Это действительно была очень громкая, знаковая история, которая очень подробно с фотографиями, с материалами уголовного дела приводится в нашем докладе. Продолжение следует...